Добрый день, Валентин Бодракки, программа Security Talks. Сегодня не у нас в гостях, а сегодня мы в гостях у генерального конструктора, генерального директора, уже на сегодняшний день, я не побоюсь сказать легендарного государственного киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Петровича Коростылева. Добрый день, Олег Петрович. Добрый день. Начать, наверное, нужно с главного, с вашего сегодняшнего главного проекта, с ракетной программы «Нептун». Буквально несколько дней тому назад завершились серьезные испытания, впервые с боевой частью. Хотелось бы, чтобы вы рассказали более детально немножко об этом проекте и в какой он стадии сейчас находится. Спасибо за вопрос. Действительно, мы завершили совсем недавно, на прошлой неделе завершили окончательное испытание, ну не окончательное, слово неудачное, финишное испытание комплекса «Нептун». Подчеркиваю, не ракета комплекса «Нептун». Почему мы говорим об удачных испытаниях? КБ «Луч», как головному предприятию, которое проектировало в целом весь комплекс, а также проектировало и изготавливало ракету, удалось за очень короткое время, фактически два с половиной года. И довольно в стесненных финансовых ресурсах удалось завершить эту работу, которая сама по себе является неординарной. Она представляет собой квитэнсенцию довольно большого перечня технологий, завершить эту работу с положительным результатом. Напомню, что такие комплексы, они естественно делаются, разрабатываются, изготавливаются не одним предприятием. В данном случае КБ «Луч» выступила в качестве интегратора, более чем полутора десятков предприятий, обеспечивающих данную работу. Чем характеризуется данное оружие? Оно характеризуется, во-первых, точным наведением на большой дистанции, то есть для обеспечения данного качества необходима очень точная инерциальная система, которая изготавливается предприятиями Украины и обеспечивается программное обеспечение тоже предприятиями Украины. Естественно, система наведения комплексирована. Она комплексирована радиовысотомером, GPS-навигацией и другими, будем говорить, тонкостями. Это удалось преодолеть и это удалось совершить. Следующий момент, который обеспечивает данный вид оборужения – это системы наведения. Система имеется в виду наведения – это радиолокационные головки наведения. Это тоже одна из таких отраслей, которые являются неординарными с точки зрения именно технологии и СВЧ радиоэлектроники. Это фактически, системы, которая обеспечивается достаточно грамотным техническим коллективом и обеспечивает многие процессы, которые связаны с финишным этапом полета ракеты. Это захват цели, распознавание цели, удержание цели на автосопровождении, доведение ракеты до самой цели, обеспечение высокоточного попадания на конечном участке. Благодаря поддержке Министерства обороны Украины и ССУ обеспечили выведение данной составной части на уровень, достаточный для выполнения задач. А именно, точности, помехозащищенности, скажем так, обеспечение устойчивой работы в условиях радиопомех, а также обеспечение автосопровождения в довольно широком диапазоне целей и их размерности, их радиоконтрастности, или, как говорят, радиосигнатуры цели. Эта вторая часть очень мощная, будем говорить, большая по объему работы, и нам ее удалось преодолеть тоже вместе с нашими субподрядчиками. Следующий шаг, для чего не существует ракета подобного типа, это турбореактивный двигатель. Турбореактивный двигатель, который обеспечивает работу на длительном участке траектории и обеспечивает надежный запуск в воздухе и дальнейшую работу при всем, при обеспечении соответствующей, скажем так, аэродинамики ракеты. Потому что двигатель должен быть обеспечен воздухом, подпором воздуха, будем говорить, временным расходом воздуха в определенную единицу времени, обеспечить соответствующую работу, его устойчивую работу на всех видах траектории при разных углах атаки. Это тоже удалось. Мы знаем, тут секретов нету, что единственным предприятием в Украине, который изготавливает такие двигатели, является Мотор Сич. Оно экспортирует данные двигатели для данных же видов во многих странах для данного же вида вооружения. И мы можем гордиться в Украине, что есть такое предприятие, есть такая технология. Я не буду называть страны, которые покупают ее, но это достаточно высокоразвитые страны, но обеспечить технологически и всем предыдущей историей существования предприятия, то же самое Мотор Сич, это является нашим достоянием украинским. Системы энергопитания, системы обеспечения топлива, питания и так далее. Кроме этого, я должен добавить, что, ну так как бы пытаются все пиариться на этой работе, я должен сказать, что в ракете кроме керосина другого топлива нету, поэтому можно догадаться, значит, кто, будем говорить, обеспечивает топливом керосин, это керосином нашу ракету, это обыкновенные поставщики, которые поставляют керосин для авиационный, керосин для самолетов, гражданских самолетов. Чем и важна такой вид вооружения, это тем, что оно не требует супер каких-то технологий с точки зрения энергетики самой ракеты. И второе, что обеспечивает, это система связи. Мы должны с вами понимать, что современный комплекс невозможен без хорошей помехозащищенной системы связи, причем ультракоротковолновых волнах, коротковолновых диапазоне, спутниковой системы связи, которая обеспечивает. Мы должны понимать, что такой комплекс является боевым средством, то есть не предназначен для того, чтобы видеть где-то корабли, видеть, так сказать, разведывать и так далее. Этот комплекс сугубо имеет цель получить задачу и ее выполнить. Поэтому все остальное средство разведки авиационной, корабельной, радиотехнической, разведки спутниковой и так далее, они возлагаются на пользователя, скажем так. Пользователи это военно-морские силы наши украинские. И что позволяет гордиться данной работой, что сугубо украинские предприятия сумели все это сделать, а Кабайлуч сумела скомплексировать, спроектировать комплекс в целом, обеспечить комплексирование всех смежников. Естественно, мы влили основные идеологические и технические, будем говорить, решения, которые в этом комплексе существуют. И, ну, скажем так, на большой процент, это больше половины наверняка, выполнила работу Кабайлуч. То есть доля самого КБ порядка 50%? Да, я считаю, с точки зрения интеллектуальной, физической изготовления, настройки и так далее. А частных предприятий есть среди средств? Вообще говоря, вы знаете, есть известный телекарт-прибор, который обеспечил нас связью. Это, собственно говоря, практически единственное предприятие, которое является частным. Остальные являются государственными. Поэтому мы можем констатировать факт, что мы завершили испытание и теперь следует процедура постановки на вооружение. Она включает в себя акты государственной комиссии, она включает в себя кодификацию составных частей и комплексов в целом. И в дальнейшем приказ министра и взятие, как говорят, на довольствие. То есть вот эти процедуры, нам их предстоит пройти, но я думаю, мы в течение полутора-двух месяцев уложимся в эти сроки. Так сказать, Министерство обороны торопит нас. И теперь стоит вопрос о том, чтобы профинансировать серийное изготовление. Я думаю, так меня во всяком случае ориентируют во всех кругах, относящихся к вооружению. Это как бы и идеологи данного вопроса, и структуры государственные. Что да, деньги запланированы, они будут выданы в ближайшее время для обеспечения серийного производства. В феврале этого года был фактически такой накал страстей. Пришлось и с средствами массовой информации вмешиваться, эксперты говорили, что возможен срыв ракетной программы. И фактически, ну, как мне со стороны кажется, что указ президента 59-20 как бы фактически расставил точки над «и». Означает ли это, что президент как бы проявляет личную такую заинтересованность в развитии ракетной программы этой? Я уверен, что президент проявляет личную заинтересованность, потому что мы с вами понимаем, что это является довольно крупноузловой, будем говорить, элементом политики. И учитывая, что все структуры, которые работают с нами, видно, что президент напрямую проявляет не только интерес, но и настойчивость. В принципе, нам для изготовления ориентировочного количества и изделий, и комплексов, и составных частей комплекса, я думаю, в общем-то, потребуется порядка 10-11 месяцев, немножко меньше года. Тем более, его сдавать можно частями, что называется, то есть, вводить в эксплуатацию, там, половина, например, оборудования, которое необходимо на земле. И, к примеру, частями сдавать, партиями, будем говорить, сдавать ракеты. Чисто технологически, вот наше интервью, я уверен, будет смотреть люди, многие люди, которые, ну, как бы далеки от военной техники, от, скажем, от армии, там, от всего. Но технологически, что означает вот ракета «Нептун»? Это значит, что ракета, которая может поразить, например, корабль класса «Корветт», например, да? Или, ну, какое вот так, чтобы визуально представить себе, что это такое? Я скажу, что это, ну, можно считать, что это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения, поэтому вполне возможно. Ну, есть определенные технологии, так вот, я бы даже, тактические приемы использования данного оружия, которое предполагает одну, две, три ракеты на разные типы кораблей. Почему? Потому что обыкновенные системы противоракетные, против крылатых ракет на кораблях, они существуют у всех. Вот, но один из моментов, который является реальным, это ограниченность их действия. То есть, те, обыкновенно, это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению. И, естественно, в нем есть определенный боезапас. Там, да, 15-20 секунд непрерывной работы таких пушек позволяет сбить ракету. Но после этого корабль становится голый. Если в течение, там, 30 секунд, минуты идет следующая ракета, то уже обороняться против нее является проблематичным. Это знают все, это я не открываю какие-то, будем говорить, чудеса или новые знания. Это обыкновенная дуэльная ситуация. В настоящее время много чего спуталось в мире с ракетными договоренностями, будем так говорить. Но даже если считать, что Украине позволено в рамках режима контроля за ракетными технологиями для своей обороны производить ракету дальностью 500 километров. Если военно-политическое руководство страны, ну, как бы, сделает ставки на это, на ваш взгляд, возможно, скажем, увеличить дальность, там, сделать 500 километров или, может быть, даже больше? Естественно, все возможно, можно увеличить эту дальность. Мы работаем в рамках РКРТ, поэтому я над этим, честно признаюсь, не думал. Я имею в виду, не думал над политической составляющей, а над технической нет проблем увеличить дальность до 500 километров. Это самое, это все возможно. Другой вопрос, что решать это должны, естественно, не технологии, будем говорить, такие, как мы, это решать должно правительство, армия, руководство армии и так далее. Поэтому здесь у нас подход простой. Получили техническое задание, берем и делаем. Еще один вопрос из этой же серии. Ну, вот, достаточно часто, вот, мы вспоминаем, что гособоронзаказ у нас, при том, что он растет, но он все равно остается скудным достаточно. И если, например, вы почувствуете, что ваши мощности позволяют сделать там больше, чем заказывает военное ведомство, вообще, как вы смотрите на экспортный потенциал этого изделия? Ну, мы, как бы, можем делить шкуру неубитого медведя, но такие системы изготавливают вообще всего-то, по-моему, мы шестая страна будем. А может и пятая, я, честно признаюсь, точно не считал, но, естественно, много стран, тем более, я уверен, что наша цена не самая высокая. Мы имеем экспортный потенциал с точки зрения данных видов вооружения. Имеем, да, действительно. Ну, на сегодняшний день, безусловно, проект «Нептун», наверное, самый большой в вашем конструкторском бюро, но, тем не менее, школа ваша уже, которую вы создали, я считаю, она ведет достаточно большое количество проектов. Во-первых, интересно, это уже несколько десятков, наверное, проектов, и, может быть, вы скажете, какие вы считаете после «Нептуна», в вашем понимании, как генерального конструктора, по степени важности проекта, как бы вы определили такую, ну, некую такую иерархию? Хороший вопрос. Значит, вы сказали о школе. Действительно, ну, мы знаем, что у нас была с советских времен школа баллистических ракет, это КБ Южная. КБ Южная к данному проекту не имеет никакого отношения. Там свои работы, которые связаны с космосом и так далее. И, вообще говоря, космическое агентство со своими предприятиями не имеет отношения к этой работе, как мы уже говорили. Это отдельная работа такая, которую, я считаю, что Украина способна была сделать и 20 лет назад, и 25 лет назад. Если был бы такой заказ, то мы бы это сделали. Но за это время, наверное, если бы КБ Луч поручили данную работу 25 лет назад, ну, было бы тяжело. Наверное, тоже бы сделали, но не за такой короткий срок. Но, учитывая, что мы прошли школу противотанковых ракет, вертолетных ракет, ракет, устанавливаемых на различных носителях сухопутных, прошли школу систем залпового огня. То есть, это все основные составные части, аэродинамика, двигатели, боевые части, системы навигации, системы управления, автопилоты и так далее. То, взявшись за этот проект, мы прекрасно понимали, что мы его сделаем и сделаем в короткий срок. И мы это реально доказали. Ну, как бы два последних пуска, они эффектны, но передыдущие пуски не менее эффектны с точки зрения нахождения определенных технических решений. Это точность наведения, точность полета по маршруту, это различные высоты, обеспечение отсутствия колебаний на ракете и многие-многие другие технические вещи, которые как бы скрыты под вот этим айсбергом. В вершину мы видим конструкцию какого-то изделия. На самом деле внутри, так сказать, то, что спрятано, будем говорить, айсберг под водой, это 90%. Это все необходимые вещи, которые, их даже трудно, наверное, за полчаса перечислить, которые необходимо решать, чтобы сделать такой комплекс. Вот это фактически сухопутная версия, да, она предназначена хотя и для военно-морских сил, там, для охраны или обороны береговой как бы части, но тем не менее сухопутная. Еще год назад замминистра обороны профильной Игорь Павловский в одном из интервью говорил, что в 2021 году может появиться уже корабельная версия. В этой связи у меня вопрос. Здесь что-то, это возможно, во-первых, выполнить или нет? И во-вторых, корабельная версия вы лично рассматривали строго корвет или, например, платформу, ну, условно говоря, лань там или какую-то другую. Вот как ваши подходы? Я вам скажу, что исторический Нептун вырос из корабельной версии. Но потом, когда вопросы построения собственного корвета как бы отошли на задний план, в основном из-за финансовых финансирований, то береговой комплекс стал более актуальным, что и было поставлено задача нам именно на береговой комплекс. Мы его сделали, ну, даже нехорошо говорить такое слово, правильнее говорить, разработали, изготовили и испытали. Мы сделали сущий. Да. Да, это популярный. Поэтому тут я однозначно должен сказать, что варианты воздушного базирования, корабельного базирования, он, естественно, может быть довольно с короткий срок разработан и изготовлен. Потому что основное боевое средство ракеты, оно уже имеется. Вот остальное – это обрамление, которое дает только место пуска, порядок пуска и так далее. Фактически вы готовы с любой платформой работать, которая достаточно как бы позволяет развернуться там, да? То есть это… И даже, возможно, с иностранной или нет? Или иностранная здесь… Ну, не вопрос. Какая нам разница, по большому счету, на каком, будем говорить, именно платформе. Хочется сказать, на какой железе. На каком железе это будет установлено. Но язык не поворачивается на вульгаризм, но уже сказал. То, в принципе, основные моменты, то есть контейнер и ракета в контейнере, они есть. Его можно ставить куда угодно. Хоть на земле, хоть бетонировать, что ставить на самолет или ставить даже на вертолет. Такие ракеты, вот Х-35 российская ракета, советская точнее, ракета, она стрелялась так же, имеет вертолетный вариант. Реально, потому что ракета сбрасывается, запускается потом в воздухе. Поэтому такое тоже возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова